МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вітает служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Клопот про наступный ураджай в регионе протягивается сяуба зимых культур. В интернете диалог с переписчиками и на участку. Пройти процедуру перепису пропонуют с трима способами. Эталон стилю и грации в областном центре пройшел кастинг на уделу конкурса «Мить Гомель-2019». А зараз об этом и иншим – больше подробязным. Уборка кукурузы, нарыхтовка кормов и сяуба зимых. В сельско-господарших предприемствах Гомельской области протягиваются полевые работы. Правда, их темпы часом вельми значительно отрозниваются. Что, перешкоджая господаркам, выконывать усе агротехничное потребование, у оптимальные термины высветляли наши корреспонденты. До зимы и культуры на Гомельшине посеяны крыху больше, как на 70% площадью. Прияснующих темпах полностью эти работы могут быть выконаны не депрозвосемь дзен. Это у середням, у некоторых господарках план по сяубе зимых навык перевыконали. Наше предприятие с этим заданием успешно справилось. Исходя из организованности работ, наличие исправленной техники, наличие горячосмазочных материалов, которые не повлияли ввиду сложившихся погодных условий, выполнено на 100%. У господарцев кажутся, что причина поспеховой работы строгая и, что не меньше важная, своечасовое выполнение всех агротехничных потребований. Плюс наявность сучасной техники. У Завидовским таки поселны агрегатны были у минулым годзе. Его конструкция позволяет проводить сяубу одночасово с унесением минеральных удобрений. Это значит, что литерально кожная гранула трапляет до насения. Что такое захование технологии, можно мерковать по палетках, где зимы уже ушли. Если зимой не будет никаких надзвышенных природных катаклизмов, в наступном годзе можно различовать на добрый ураджай. Еще одна складающая будущего успеха – нарыхтовка кормов. Непосредственно у Завидовским уже створены больше как по годовым запас, что гарантует стабильное развитие живелого доли с ответственными доходами и ростом зарплаты. Не глядяши на то, что у господарцей она значительно высшая за середню по районе, в наступном годзе я ее планують повелешить. Иншая справа, что платить незаробленные сродки никто не сбирается. Вытворшая дисциплина у Завидовским давно з'является прикладом для инших. Ставление до працы бадай одна из головных причин поспеху и неудач сельскохсподарших предприемствов. Плюс наявность техники. У некоторых господарках яна эксплуатуется больше, чем по 15 годов. Отсюль частые простои и немогчимость провести работы у оптимальные термины. До 10 часов сегодня был дождь, до 10 часов простояли, к обеду вышли все с севом. Сдерживают погода, ничего больше такого сдерживающее. Ну и то, что поломки техники сдерживают это все. Техника, скажем так, с 50% износом. Большинство техники, 50% более амортизационного срока она отработала. Поэтому, да, понятно, каждый день есть какие-то вопросы. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель», Добуржский район. У Беларуси протягивается кампания по выборах депутатов Палаты представников национального схода Республики Беларусь с 7-го скликанием. У Раев-Канкамах проходят посаджения по пытанию утворения участковых комиссий. У Гомельской области их повинно быть с тысяча девять. У состав комиссии вылучено 10 тысяч 686 грамадян. 60% из них – представники громадских организаций. Завершится гэты этап другого кастрычника. На наступный день станет вядомы кончатковый колькосный состав працующих у комиссиях. Согласно законодательству участковых комиссий, правоучаст от 5 до 19 человек. Поэтому каждый из полков принимает решение и выбирает то количество оптимальных людей, работающих в этой комиссии. На сегодня в регионе вылучены четыре кандидаты у депутаты. Один – шляхом сбору подписов, один – от политической партии и двое – шляхом сбору подписов и працовным коллективом. Кончатковая колькость жадающих принять удел у выборчей кампании станет вядомой с 7-го кастрычника. А регистрацией претендентов завершится праз 10 дн. С четвертого кастрычника в Беларуси стартует перепис насельництва. Компания протягнется до 30-го кастрычника. У Гомельской области у ее будет заденечено свыше 1800 переписчиков. Яны завершаются навучанием. Этот процесс был организован в два этапа. Лекцины об методологии перепису насельництва и практичны, связаны с работой программного забеспечения. Новое уведение селетней кампании – выкористание планшетов. Это позволит значительно сократить часы питания и, по выниках, отримать больше качественные дадены. Серо тем, которые в первую очередь будут закранены подчас перепису – миграционная активность и сельско-господарская деятельность насельництва. Пройти перепис можно трьми способами, в том числе самостоятельно в интернете. Этот этап будет продолжаться с 4-го по 18-го кастрычника. Это, на мой взгляд, самый удобный способ, потому что не нужно не ждать переписчика, не пускать себе кого-то домой. Мы в любое удобное время, с любого устройства – мобильный телефон, планшетный компьютер, просто какой-то стационарный компьютер, ноутбук. То есть главное, чтобы у этого устройства был выход в интернет. Заходим на сайт переписи, регистрируемся и переписываемся через интернет. А кроме того, подчас переписной кампании будут працавать стационарные и мобильные участки. С 21-го по 30-го кастрычника будет проходить опытание насельництва по месту жихарства. Первого кастрычника будет означаться Международный день пожилых людей. В Гомельском регионе проживает свыше 287 тысяч человек, которые переступили у взрослого рубеж в 60-х годов. Умовная классификация от Сусветной Организации Оховы Здоровья протягивается старшим взрослым. Это от 75 до 90-х годов, после до жихары. До речи людей такого шановного взрослого в нашем регионе около 7 тысяч. А самой пожилой же Харцы Гомельщины все лето исполнилось 109 годов. Отповедно высшей отзначенной классификации, не все пожилые люди з'являются пенсионерами. Однако, разом с тем, 19% людей, которые уже отримывают пенсию, протягивают працовную деятельность. Устойливой тенденцией о последних годах стало повеличение колькости пожилых грамадян, которые проживают особенно от детей и свояков. Таких у одиноте не покидают. На надомном обслуговании в регионе свыше 14 тысяч человек. З ними працуют 1750 социальных работников. Наиболее распространенной услугой, которая предоставляется территориальными центрами, является услуга социальной помощи на дому. Потому что по максимуму все наши усилия направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия проживания в домашних привычных условиях. Немаловажное такое внимание уделяется в то, чтобы помощь равному, когда организовывается на базе территориальных центров волонтерские отряды, и равный помогает равному. Потому что 60 лет это еще довольно активные люди, которые и могут, и умеют, и знают, как помочь и организовать досуг тех, кто в этом нуждается, не только свой. На протягу этого дня, с нагодой Дня пожилых людей, в каждом районе в области пройдут святочные мероприемства. Концерты, врачистые вечеры с уважением ветеранов працы. А в Лоевском районе завтра пройдет региональный фестиваль творчества людей старшего поколения «Спадчина». В последнюю неделю вересня начался Международный день глухих. В Гомельской области до этой категории людей относится амаль 1400 человек. Вот уже 40 лет центром громадского життя людей с порушениями слыху в регионе появляется Дом культуры Випра. Сейчас известен как Центр инклюзивной культуры. Наши корреспонденты познайомились с его коллективом и доведались про ближайшие планы. По воде статистики, каждый девятый человек на земле имеет проблемы со слыхом. Причины могут быть разными. Природженный порог, несчастный выпадок, например, наступство и других хворобов. Яуген Васильеву страсть услых у три года, у винника ошкарлятины. Адаптываться до света без гуков допомогли мама и бабуля, которые развивали коммуникативные навыки хлопчика. Бочувся Яуген у обычной школы, а призвание свое знайшов у творчості. Это не помешало мне поступить в Белорусский государственный университет культуры и искусств и окончить факультет режиссуры. На данный момент я работаю в Центре инклюзивной культуры, заведующийся сектором культурно-массовой работы и по совместительству руководителем Народного театра жестовой песни. Сейчас моя задача в том, чтобы развивать творчество среди людей с нарушением слуха и помочь им воплотить себя на сцене в творчестве и реализовать. Разом с вушнями и коллегами Яуген принимаю дел в фестивалях и конкурсах для инвалидов по слуху. За опошние некольких годов побывали в России, Украине и Литве, где познайомлися с іншими супольностями глухих и представили гомельские опыты на працовке работы с инвалидами. Почуть ты, кто не размавляю в Центре, допомагая представник редкой профессии, сурдоперекладчик Тамара Почищева. Дом культуры – ее первое и одиное место працы. Вось уже 30 годов женщина допомагая вести массовые мероприемства, перокладая сценарии и постановки на мову жестов в виде курсы для педагогов и сама постоянно пополняя словниковый запас новыми понятиями. У меня есть отдельная тетрадка, куда я записываю новые слова, пишу для себя, как нужно поставить правую руку, как нужно поставить левую руку, как обозначить данное слово. У нас проводятся на нашей базе курсы для работников нашего центра. Пришли недавно два молодых специалиста, они тоже ходят на курсы, им это очень нравится. Центр инклюзивной культуры стал уникальной пляцовкой по работе с людьми с инвалидностью, аналогичных у Беларуси Няма. Тут кожному дают шанс реализовать себе у творчості. У центра працуются 23 творчие коллективы, а зараз рихтуется до открытия каворкинг-пляцовка, где талиновитым людям с инвалидностью допомогуть у створения социальных проектов и бизнесу. Площу 100 квадратных метров обсталююсь для проведения лекций, конференций и майстер-классов. С допомогой специалисту инвалиды смогут реализовать свои инициативы. Ранее тут, например, допомогали спастихать цирульницкое мастерство и визаж. Теперь працеста не больше эффективной. Люди с инвалидностью немного ограничены рамками того, что им можно делать, где работать. Это основное предприятие, промышленные наши гиганты. Но время меняется, у людей появляется желание раскрываться по-новому. Поэтому, допустим, мы сотрудничаем уже с людьми, которые занимаются компьютерной графикой, 3D-моделированием, такими современными бизнесами. Это в основном фриланс направление, но и каворкинг тоже предусматривает, что люди будут приходить сюда работать, создавать какие-то проекты в коллаборации с другими. Каворкинг «Инклюзив хаб» плануется открыть в раз месяц. До 40-летнего юбилея Дома культуры. Ганна Корольчук, Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». Вытонченность, стиль и грация. В областном центре пройшел кастинг на удел в самом пригожем конкурсе «Мисс Гомель-2019». Организаторы запросили на его девчат с добрыми внешними дадинами, харизмой и желанием проявить себя. С конкурсантками познайомилась Ганна Корольчук. Многие девчатки с детства марать стать королевой пригожости. Тые, кто выросил в особисть своей фантазии в жизни, собрались на кастинге «Гомельских пригожунь». Все лет организатором конкурса «Мисс Гомель-2019» выступила модельная школа Сергея Нагорного. Среди потребований до удельниц, взрослых 18-ти годов и отсутность мужа и детей. Что тучится модельных параметров ваги и росту, тут докладных межев выросили не робить. Головная харизма, обаяние, стиль и грация. Как трапить в финал, треба покорить жюри своей индивидуальностью. Хочется на конкурсе представить самых интересных, не только самых красивых, но и самых интересных жительниц нашего города. Поэтому хочется, конечно, чтобы каждая из них была какой-то очень творческой, наверное, внутри интересной, эрудированной, имела какую-то свою изюминку, и чтобы они были все разные. Поэтому будем задавать вопросы, чтобы отыскать вот эти изюминки, в них и свои особенности черты характера. Для конкурса организаторы плануются добрать коля 15 пригожунь. А пока лимоны финалисток еще не огучены, мы решили запитать у девчонок об их мотивации до отдела. Я работаю учителем испанского языка в 17-й школе, ввиду старших классов и младших классов. Я, если честно, не задумывалась об этом, меня на это сподвигли дети. Они ходили постоянно, на переменках подбегали, говорили, Вера Вячеславовна, вам надо вот что-то новенькое, почему вы не хотите принять здесь участие? Но я так подумала, почему бы и нет? Новое что-то для меня. Наступные два месяца конкурсанток чекает интенсивная подрыхтовка до шоу. Почнется все с заняткой по дефиле, актерским майстерстве и фитнесе. Далее со встречи со стилистами и фотографами. Финал конкурса пройдет в Семаха Снежне у городским Центра культуры. Шоу будет включать традиционное дефиле, хореографичную постановку и видеоролики, створенные вперед подрыхтовки до конкурса. Так само девчины реализуют социальный проект и примут удел у интеллектуальной гульни. Битва городов – масштабный киберспортивный турнир по такой назве отбился в Гомеле. Борезба разгорнулася на пляцов ЦГДУ имя Франциска Скарыны. До виртуальных баталий долучились наши корреспонденты. Битва городов – уникальный для Беларуси турнир. В першню за долгий час явилась мягчимость долучиться до отдела с поборництвах аматорам киберспорта из всех округов Украины. В межах битвы городов проходит региональная серия турниров в дисциплине ДОТА-2, организованная Беларусской федерацией киберспорту. До речи, за три года иснование федерации проведено больше за 15 киберспортивных мероприемствов. Идея была на плаву. Сигналы от регионов, запросы у нас приходили постоянно. Другое дело, что мы пока отстраивали инфраструктуру в Минске, мы наладили свой чемпионат. Нам важно было построить начальный какой-то этап. Теперь мы уже решили расширяться. Мы теперь видим, что ребятам в регионах не хватает именно соревновательной деятельности. Потому что киберспорт – это не просто гейминг, это не просто игры. Это именно соревновательная деятельность. Если ты не можешь здесь ничего показать, окей, продолжай играть, получать удовольствие в интернете, но не говори, что ты киберспортсмен. Масштабный турнир «Битвы городов» стал и для грядачов. Весь день подарки на их литерально сыпались. Часом нужно было выполнять задания, например, додать фото с певным хэштегом. А часом приз просто летел в зал в прямом сенсе. До кого долететь, тому и достанется. Но главное – все-таки виртуальное споборничество. За выход в гранд-финал «Битвы городов» взмогались 16 команд за своей области. Первой командой-переможцей стала гомельская сборная «Тим Варденс». Гуляли «Амаль» 10 годин. По культу всех команд не засталась одна. Чемпион «Битвы городов» у Гомеля команда мясовой киберспортивной организации «Платун». Ее спортсмены и представят нашу область в гранд-финале в Минске 24 листопада. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». ГТ и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресі www.tvrgomel.by. На этот выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Два угона, совершенных в разных районах области, раскрыли по горячим следам сотрудники милиции в эти выходные. В субботу около восьми вечера по линии 102 поступила информация о том, что в деревне Селко, Житковичского района, совершен угон. Хозяин, оставив ключ в замке зажигания, отлучился на несколько минут, а злоумышленник воспользовался моментом. Уже через 11 минут после сообщения о преступлении угнанная машина была задержана сотрудниками ГАИ на улице Карла Маркса в Житковичах. Подозреваемый никогда не имел водительского удостоверения, кроме того, находился в нетрезвом виде. Всего через несколько часов у жителя деревни Стреньки Рогачевского района исчезло стоявшее у дома авто. По поступившей оперативной информации, похуже автомобиль видели возле агрогородка Заболатье. Иномарку обнаружили и началась погоня. В ходе преследования угонщики не справились с управлением и загнали авто в канаву. Из салона выскочили две девушки и два молодых парня. Водителя и его друга задержали на месте. По подозрению в совершении угона задержан неработающий житель Рогачевского района 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело. За выходные в регионе произошло три ДТП, которые стали следствием того, что водители не справились с управлением. В результате все они, а также их пассажиры, попали в больницу. В Октябрьском районе в субботу примерно в 7 вечера 20-летний водитель, управляя автомобилем «Инфинити» и двигаясь по автодороге Октябрьский-Копцевичи, на закруглении неправильно выбрал скорость, из-за чего выехал на обочину и совершил наезд на дерево. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Октябрьской райобольницы. На следующий день в Гомельском районе 22-летний водитель недалеко от деревни Прибор также на закруглении дороги превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. От удара автомобиль загорелся. Авто потушили, а травмированного водителя с признаками алкогольного опьянения увезла скорая помощь. Медики госпитализировали также 16-летнего пассажира, получившего многочисленные телесные повреждения. В Рогачевском районе в этот же день около 4 часов вечера 29-летний водитель, тоже, вероятно, нетрезвый, на автодороге Рогачев-Тихиничьи-Озераны съехал в левую по ходу движения обочину, где дальнейший путь ему преградило дерево. Водитель с травмами доставлен в районную больницу. В Гомеле водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. В субботу поздним вечером 30-летний водитель Ауди на перекрестке с улицы Зайцево автодороги Гомель-Хутор при повороте не налево не пропустил мотоцикл и совершил столкновение. Водитель, управляя автомобилем Ауди-80, при осуществлении поворота налево не предоставил преимущества и совершил столкновение с мотоциклом Кавасаки, который двигался во встречном направлении прямолинейно. В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир 1998 года рождения получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи водитель мотоцикла был отпущен домой, а пассажирка госпитализирована. Гомельчане в эти выходные стали свидетелями еще одного ДТП, на этот раз со спорткаром. Примечательно, что совершено оно было без водителя. События, запечатленные прохожими, происходили возле центрального рынка. Машина самопроизвольно поехала, врезалась в дерево и загорелась. Внутри салона было пусто, однако спорткар двинулся с места. Никто не пострадал. Проводится проверка. Вероятная причина инцидента – замыкание электропроводки и запуск стартера автомобиля. Спасателям в эти выходные приходилось тушить не только машины, но и дома. К сожалению, здесь не обошлось без жертв. Около полуночи по телефону 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Боровое Лельчицкого района. По прибытию на место вызова в 10 метрах от горячего дома работники МЧС обнаружили хозяина дома без признаков жизни. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В эти минуты завершается 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозорская славя заканчивает матч на своем поле с минским «Динамо». Напомню, этот матч был перенесен из-за участия минчан в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. На выходных также прошли поединки 23-го тура. В субботу Гомель ездил в гости к «Торпедо Белас». Матч закончился поражением «Зелено-белых» 2-0. Счет открыл на шестой минуте Игорь Кузьминок. Во втором тайме у гомельчан не получилось сравнять счеты и выйти вперед. А вот Валерий Горбачик реализовал момент на 54-й минуте и обеспечил Жодинскому клубу победу. Второй представитель области Мозорская славя также не смогла порадовать своих болельщиков победой. Красночерные уступили с минимальным счетом Городей. Единственный гол забил Артем Архипов на 81-й минуте. После 23-го тура в турнирной таблице по-прежнему лидируют Бреская Динамо, Батэ и Шахтер. Славя на 11-м месте, а Гомель на 15-м. У представителей нашей области 23 и 18 очков соответственно. Сыграны очередные поединки экстра-лиги чемпионата Беларуси по хоккею. Хоккейный клуб Гомель проиграл юности. Счет открыли хозяева льда в первом периоде. Во второй 20-ти минутке команды не порадовали своих болельщиков голами. В завершающем периоде гомельчанин Александр Скоринов сравнял счет. Однако в овертайме победу оформила юность. Матч закончился со счетом 2-1. В это же время Металлург боролся за победу с Могилевым, однако удача была не на стороне волков. Первыми открыли счет Могилевские львы, затем Лебедев из Металлурга сравнял счет. На 17-й минуте Могилев забил гол и на перерыв команды ушли с перевесом в сторону хозяев. Второй период завершился с аналогичным счетом 2-1. Шайбы забили Козинов и Слыш у Могилева и Соломонов у Металлурга. В третьем периоде никто из команд не оформил гол. После финальной сирены счет на табло был 4-2. Завершились матчи четвертого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В субботу Светлогорский ЦКК одолел Щучин 4-3. Гомельская БЧ победила УВД Динамо из Гродно 3-1. В воскресенье Гомельский ВРЗ встречался с Борисовым 900. Ни одной из команд не удалось склонить исход поединка в свою сторону. Открыл счет Рогачев из ВРЗ. Затем борисовчане не только сравняли счет, но и завершили первый тайм со счетом в свою пользу 3-1. Однако вагоностроители не сдались. Во втором периоде Лемешко и Прокопец сравняли счет, а Лемешко еще и заслужил звание лучшего игрока. После финального свистка на табло горели цифры 3-3. По результатам четвертого тура с большим отрывом лидируют Минский Дорожник и Столица замыкают тройку Гомельской БЧ. У них 12-10 и 10 очков соответственно. Светлогорский ЦКК шестью очками на пятой позиции. ВРЗ разместился на строчку ниже. У вагоностроителей на балл меньше. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.